В Пятое воскресенье Великого Поста читается Евангелие о женщине, взятой в прелюбодеянии. Фарисеи приводят к Иисусу женщину, которую схватили во время преступления, и приводят к Иисусу, чтобы он вынес приговор в согласии с законом Моисеева. Но нужно обратить внимание на то, что сама эта женщина и закон Моисеев как таковой не очень интересуют фарисеев. Они приводят эту женщину, чтобы обвинить самого Иисуса в каких-то противозаконных действиях. Женщина – только инструмент, только повод к тому, чтобы найти обвинение против Иисуса. И закон – это не откровение Божие, это набор предписаний, запретов и повелений, которые нужно соблюсти. Но Иисус обращает эту ситуацию совершенно в другую сторону. Он, принимая это обвинение, спрашивает фарисеев о том, насколько они святы. Он предлагает им заглянуть в свое собственное сердце и вынести приговор в согласии со своей совестью. Хорошо, эта женщина согрешила, и ее нужно наказать. Но вы, дорогие фарисеи, всегда ли бываете идеальны в своих отношениях с Богом? Неужели никогда ваша собственная совесть не подсказывала вам, что вы неправы? И фарисеи, заглянув в свое сердце, действительно находят там что-то, что мешает им обвинить эту женщину и бросить в нее камень. И тихонько, в молчании, один за другим уходят. И остается Иисус и эта женщина. Христос, обращаясь к ней, тоже говорит, я тебя не обвиняю. Я не осуждаю тебя, но просит ее больше не грешить. Ведь Иисус Христос в равной степени ищет спасение как этой грешнице, так и фарисеев, которые считают себя праведниками. Для него важен каждый человек. И именно поэтому он обращается к совести человеческой и просит человека посмотреть на себя, на свою жизнь, на свое поведение, на свои отношения с Богом. И вот здесь мне хочется обратиться к книге кардинала Рацингера «Введение в христианство». Кардинал Рацингер в ней пишет о том, что наша христианская вера – это не набор догматов, не набор запретов и каких-то красивых, выдуманных человеком истин. Наша вера – это ответ на божественную любовь. И начаться этот диалог может с любого момента и любого погода, но потом он должен развиваться. И, как пишет кардинал Рацингер, человек сохраняет связь с Богом, лишь сохраняя связь с человеком. И лишь на пути этого двойного сопряжения вера связывает человека с Богом. И наоборот, отношение с Богом во внутреннем стремлении веры неотделимо от связи с другими людьми. Мы могли бы сформулировать это также по-другому. Бог хочет прийти к человеку только через человека. Он ищет человека не иначе, как в его связи с другими людьми. И это очень важно, потому что вера – это живое общение. Она может развиваться, она может претерпевать кризисы, но она не может стоять на месте. И дальше кардинал Рацингер пишет, церковь есть не что иное, нежели внешняя институализация и организация людей. Христианство – это не познавательная система, а путь. Если платонизм дает идею истины, то христианская вера дает истину как путь. И лишь становясь путем, она станет истиной человека. Истина, как голое знание, голая идея остается бесплодной, бессильной. Истиной человека, она становится только как путь, который взыскует человека и на который он может и должен вступить. И Христос, обращаясь к фарисеям и к этой женщине, призывает их вступить на путь веры. Отказаться от формулировок, от мертвой буквы, но вступить на путь жизни и увидеть в другом человеке, пусть даже самом грешном, именно человека, а не преступника. Именно так, как и Он видит в нас любимых Своих чад, а не тех, кто перед Его лицом согрешает, нарушая ту или иную заповедь. Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы мы прошли путь этой любви вместе с Ним и за Ним к Дому нашего Небесного Отца. Субтитры создавал DimaTorzok